О спорте. Пока спортсмены во всем мире готовятся к зимним олимпийским играм и собираются выяснить, кто лучше всего катается на коньках и сноубордах, российские труженики сельского хозяйства определили, кто быстрее всех собирает доильный аппарат и лучше всех водит трактор. Накануне команда нашей республики вернулась со всероссийских зимних сельских игр. Какие трофеи привезли спортсмены, узнавала Ольга Пырочкина. Весна еще только началась, а работники сельского хозяйства Чуваши уже собрали урожай. Правда не из фруктов и овощей, а из наград и титулов. На шестых зимних сельских играх команда нашей республики выстрелила в десяточку и привезла из Красноярска десятое общекомандное место. Здесь сидящие у нас предоставляли команду Чувашской республики, представляли Чувашскую республику и хочется отметить, что предоставили достойно. Вместо фигурного катания на коньках – фигурное вождение трактора. Вместо спортивной ходьбы – дистанция с ведрами и коромыслом. Впрочем, от других спортивных мероприятий сельские игры отличаются не только необычными дисциплинами, но и составом участников. На сельских играх были представлены команды сельских поселений. В каждом виде имела право выступать только от команды одного сельского поселения. Надоить золото в этом году команде дойеров не удалось. Они оказались на семнадцатом месте. Зато представительница команды механизаторов показала, что не только коня на скаку остановят, но и с железным конем с легкостью сладят. Из Красноярска Надежда Концова привезла первое место. Сейчас же женщины все могут. Так же смотришь на улицы везде, даже машину возят женщины. Так что и на тракторе можно научиться. Чтобы соответствовать такой жене, супругу Надежды пришлось пойти дальше. Он не только стал победителем среди механизаторов в своей категории, но и установил рекорд всероссийских сельских игр. Андрей Концов потянулся на перекладине 65 раз. Ну, готовились как-то. 65 раз – это вроде не рекорд, нормальный результат. Олег Николаев показал, что не только профессионально подкидывает гири, но и активно подтягивает к спорту других членов семьи. В доме гири стояло просто. Желание было поднимать. Ну как, сначала не мог поднимать, просто дал себе слово, что начну поднимать. Так и начал. А потом сестренка решила попробовать. Раз-два на соревнования съездила, понравилось тоже, втянулась. Потом младший брат тоже вместе сейчас. Впрочем, чтобы превратить общекомандное десятое место в первое, нужно еще много работать. Впереди у сельских спортсменов новые виды спорта и год на тренировке. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика.